Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами делаем домашнее красное сухое вино. Я постаралась сделать этот ролик максимально информативным, собрать все основные этапы. При этом у каждого этапа есть свои определенные особенности, и поэтому будут отсылки на отдельные ролики, если вам нужно будет какую-то информацию узнать более подробно. Перед тем, как начать, буквально еще пару слов. Сухое вино – это самый, скажем так, простой способ приготовления вин в домашних условиях. Это то вино, которое лучше всего хранится. О каких-то других винах сладких, полусладких, я думаю, что мы еще будем говорить в этом сезоне, но в отдельном ролике. И напоминаю, что сухое вино – это то вино, в котором сахар выбродил до конца. Первый этап – это этап съема урожая. Урожай наш должен быть спелым. Мы выбираем для этого сухую погоду, конечно, по возможности. Следующий этап – это отделение ягоды от веточек, от грибней. Я делаю это вручную. Есть, на самом деле, специальное оборудование. В этот момент, если какая-то ягодка нам попадается порченая, то мы ее убираем на брожение, надо, чтобы попали только чистые целые ягодки. Бывают случаи, когда ставят на брожение вместе с грибнями, но об этих случаях мы с вами поговорим отдельно в отдельном видео. Ягода оборвана, и теперь наша задача ее раздавить. Чем это сделать? Я специально не заполняла емкость полностью, потому что так будет удобнее. Можно подавить руками, можно подавить какой-то мялкой, можно подавить и ногами. Важное замечание, чтобы при дроблении не повредилась косточка. Поэтому, если вы выбираете какие-то механические способы, то обратите на это внимание. В те годы я давила все руками, но в этом году уже руками не потяну, поэтому будем использовать ноги. Для тех, кто считает, что это не совсем гигиенично, на самом деле нет никакой проблемы привести свои ноги в порядок. Это раз. Во-вторых, сторонники натурального виноделия как раз таки говорят о том, что именно давление винограда ногами является самым щадящим, ну и в общем-то самым лучшим. Хотя я применяю этот способ только потому, что для меня это удобно на данный момент времени. Самое главное в этом деле – никуда не упасть, потому что это все очень такое скользкое. Ну, в принципе, можно завести чистые резиновые сапоги и давить в резиновых сапогах. Но травма опасна, поэтому надо быть очень внимательным. И в таком случае лучше даже насыпать еще меньше, чем то, сколько я насыпала. И теперь уже это готовое сусло мы сливаем в какую-то емкость для брожения. Вот у нас уже получилось сусло, и в этот момент мы замеряем его параметры. Для измерения уровня сахара мы можем проводить двумя типами приборов. Либо вот такой вот рефрактометр, либо ориометр, в народе называемый виномер-сахаромер. Он бывает с одной шкалой, он может быть с двумя шкалами, где указан сахар и потенциальный спирт. Может быть вот такой вот маленький, может быть достаточно большой. Единственное, когда пользуемся вот этим прибором, в емкость нужно залить сок без мякоти. То есть его надо будет процедить, чтобы было легче, сок налейте в какую-то емкость, дайте ему немножко отстояться, и тогда вам легче будет слить сок без различных примесей. И по результатам измерения вы видите сразу потенциальный спирт. Либо в приборах есть двойная шкала, и вы можете увидеть, что из этого сахара получится. Либо второй вариант рассчитать по специальным таблицам. У меня есть отдельное видео по добавлению сахара, я вам под этим роликом в описании оставлю ссылку. И если нам алкоголя потенциального достаточно, мы ничего не делаем. Если мы понимаем, что алкоголя мало нам будет, значит мы добавляем сахар. Ну помним, если мы проводим брожение на диких дрожжах, значит в среднем у вас будет 12% алкоголя. Выше делать не стоит. Можно провести эксперименты, могут дикие дрожжи теоретически избродить и гораздо больше сахара, и дать гораздо больше уровень алкоголя, но об этом тоже как-нибудь поговорим отдельно. Ориентируемся на цифре, остановимся на цифре где-то 12-12,5. И когда мы вносим сахар, если он нам необходим, либо сразу, либо когда снимем сусло с мезги. Почему, я как-нибудь поясню в другом ролике, когда буду рассказывать подробно о процессе брожения вина. С замерами сахара мы разобрались, теперь оставляем сусло на брожении. Если мы бродим на диких дрожжах, у нас два варианта. Мы можем дождаться, пока сусло забродит саму, либо заранее подготовить дрожжевую закваску и внести ее в сусло. Так сусло забродит быстрее. В данном случае я ничего не вношу. Я знаю, что мое сусло нормально забраживает. Забраживает оно, как правило, на второй, на третий день в зависимости от температуры. Но если вы желаете, то есть можно сделать дрожжевую разводку. Вариант номер два. Использовать чистой культурой дрожжей. Мое мнение по этому поводу высказано в отдельном ролике. Как всегда, оставляю ссылку. Если вы принимаете решение, что вам удобнее, легче делать на чистых культурах, моя рекомендация, приобретайте специализированные дрожжи. Конечно, можно и в обычных продуктовых магазинах купить винные дрожжи. Но, по моему мнению, они не очень. Лучше взять что-то специализированное. И в таком случае, перед внесением дрожжей, надо будет внести серу. Как правило, я этим не пользуюсь. Но стандартная рекомендация внесения одного грамма перосульфита калия на 10 литров сусла. При этом очень важно, чтобы перосульфит равномерно распределился по всему объему. То есть, хорошенько перемешать. Все. Оставляем на брожение. Я накрываю крышкой, но не плотно. Можно закрыть какой-то тканью. То есть, наша задача, чтобы кислород с одной стороны проникал, а с другой стороны, чтобы туда не лезли никакие мошки, ничего такого постороннего. Поэтому я, например, закрываю крышкой. Но закрываю не плотно. Приносим место с постоянной температурой. И не забываем раза 2-3 в сутки все это помешивать. Второй день. Брожение уже началось, как видите. Ну, шапка, вот эта сверху мезга, она еще не очень плотненькая. То есть, процесс еще в самом начале. Вот у нас брожение уже идет очень бурно. Образовалась шапка. И наша задача, эту шапку хорошо перемешивать. Чтобы все вот это погружалось внутрь. Что такое шапка? За счет выделения углекислого газа, шкурки, мякоть начинают подниматься вверх. А нам надо, чтобы они были в жидкости. Чтобы они отдавали все красящие вещества, танины. Это раз. Во-вторых, нам надо, чтобы шапка смачивалась. Иначе, если мы не будем мешать, то возможно образование плесени на ее поверхности. Потому что спирта там нету. Защиты от плесени нету. Она может заплеснить. Именно поэтому мы обязательно тщательно перемешиваем. Хотя бы раза два в день. Можно делать это чаще. Наше вино побродило на мезге. Столько, сколько мы считаем нужным. Сколько держать на мезге. Об этом есть отдельное видео. Под роликом, нажав кнопку еще. Я вам оставляю ссылку. И теперь наша задача с мезги снять. Кто-то сливает шлангом. У кого-то еще могут быть какие-то способы. Я делаю просто. Сначала шапку я не перемешиваю. Просто достаю вот эту гущу. Перекладываю в какую-то отдельную емкость. И теперь в какую-то другую емкость. Просто через друшлаг, сито сливаем основное сусло. Периодически оно все-то забивает. Поэтому надо немножко помочь. Если у нас нет пресса, то немножечко вот так вот отжимаем. По мере возможности получаем то самое сусло самотек. И теперь полученное сусло заливаем в бутыль. Для дальнейшего дображивания. Вот это наше самое хорошее сусло самотек. Но у нас еще остался жмых. И поскольку у меня есть пресс, то я этот жмых отожму. Если, например, вы планируете делать второе вино. Значит, мезгу вы совсем не отжимаете. Вот такая она, чтобы была влажненькая. Вы ее пускаете на второе вино. Видео про второе вино я вам оставлю под роликом. Про устройство пресса я вам рассказывала. Ссылку тоже оставлю. Но сейчас покажу все в действии. Не успели мы переделать корзину. Чтобы промежутки были меньше. Но я использую, можно использовать мешочки. У меня мешочков нет. Но есть такая специальная ткань, которую я закладываю внутрь. Не так аккуратненько, чтобы она все покрывала. И помещаю сюда мезгу. Закрываю аккуратненько. Укладываю сверху дусочку. Закрываю пресс. Вот видите, у нас еще много чего стекает. Когда уже пошел более-менее нажим, здесь важно не спешить. Чтобы она не брызгала, не летела во все стороны. Чуть-чуть пожали, дайте время стечь. Потом еще пару раз подкачали, опять дали время стечь. Ну, конечно, в идеале рекомендуют не отжимать досуха. Но мы понимаем, что у нас есть определенное количество сырья. Его либо много. И тогда мы вообще можем использовать только самотек. Если его мало, то понятно, что сильно тут не разгонишься. И, конечно, в идеале прессовое сусло ставить, бродить отдельно в какой-то емкости. Ну, если посуды хватает. Потому что потом у него могут быть вопросы с осветлением. Но если такой возможности нет, то значит сливаем и ставим бродить все вместе. Когда я вижу, что мне уже достаточно, я сзади откручу в цилиндре на насосе штучку такую. Поршень мне возвращается в исходное положение. Итак, готово. Это у меня основное сусло. Это прессовое. Значит, заливаем в стеклянные бутыли. Заливаем не до верха. Ну, здесь, конечно, не совсем правильно. Но уже что поделать. То есть, где-то на 2,3 можно чуть больше до ободка, чтобы углекислому газу было куда выделяться. Несколько важных моментов. Если изначально у вас сахар был низкий и вы хотите его добавлять, я вам уже говорила. Либо в самом начале мы добавляем, либо вот в этот момент, когда мы сусло сняли с мезги. Нужно ли в этот момент измерять сахар? Если вы держали на мезге недолго, можно, в принципе, не мерить. Если вы держали на мезге долго, вот в этот момент можно измерить, чтобы понимать, есть там еще какие-то остаточные сахара, надо их дображивать или нет. Потому что в идеале нам надо получить абсолютно сухое вино с полностью выброженным сахаром. Поскольку остаточные сахара в дальнейшем могут нам принести определенные неприятности, но об этом поговорим как-нибудь потом. И даже, например, если у вас сусло полностью выброжило на мезге, предположим, такой вариант. Вы померили сахар, сахара уже нету, все выброзило насухо. И рекомендую поставить еще на некоторое время под затвор, поскольку может еще быть яблочно-молочное брожение. Но в классическом варианте, как я делаю, я дней 5 держу на мезге. После этого заливаю в стеклянные бутыли. Ставлю затворы, единственное, еще водичку туда не залила. Переношу в ту температуру, в которой она у меня и начинала забраживать. Единственное, чем-то еще надо закрыть от прямых солнечных лучей. Попадание прямого солнечного света нежелательно. И оставляем брожить до тех пор, пока брожение не закончится, пока наши затворы полностью не остановятся. Только после этого мы переходим к какому-либо следующему этапу. Но об этом уже расскажу вам в другом видео. На этом наш ролик подошел к концу. Но в завершении мне хочется заострить внимание на нескольких важных моментах. В процессе, когда вы готовите вино, если вы его пробуете, не полагайтесь на свой вкус. Даже если оно вам кажется кислым, это не значит, что сахара там больше нет. Это значит только, что там есть кислота. Для того, чтобы действительно понять, есть сахар или нет, вы пользуетесь специальными приборами. Об этом мы уже много раз с вами говорили. Второе. Если вам вино кажется слишком кислым, не надо сразу бежать и добавлять сахара. Потому что сахар кислоту не уберет. Более того, если у вас хорошая дрожжа, сахар все равно выбродит до конца, вино будет крепче, но все равно кислота останется. Поэтому сахар мы, если и добавляем, то только в исключительных случаях. Об этом отдельный ролик, и об этом я уже говорила. Третье. В процессе приготовления вина ощущение кислоты меняется. Сначала вино кажется резким, оно кажется кислым, даже если изначально сусло у вас было очень сладкое. Но у нас есть для понижения кислотности яблочно-молочное брожение. У нас еще есть такая штука, как криостабилизация, когда винная кислота выпадает в винный камень. И таким образом кислота уменьшается. Та кислота, которую мы ощущаем. И вино становится гораздо мягче и гораздо приятнее. Практически любое вино изначально, пока оно в процессе брожения, либо только отбродит, оно будет резким, оно будет колким, и оно может казаться очень кислым. Поэтому не спешите делать какие-то выводы, не спешите сразу предпринимать какие-то действия. Подождите, дайте вину время. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что ролики про брожение будут отдельно. Ролики про дальнейшие этапы, уже подробности будут отдельно. Основные вещи я вам рассказала. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях. Пишите свои мнения, задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще», будет ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты. И до новых встреч!